Друзья, мы с вами идем сегодня в магазин Molecule. Здесь 70% скидка на бренд Saspira. Еще на полочке магазина Molecule встал бренд Rosendo Mateo. Поэтому все вам покажу. Поехали! Ну, поехали! Первый. Бергамот, листья чая и сандал. Пахнет на старте очень дешевым бергамотом и освежителем воздуха. Потом становится чуть-чуть помягче и добавляется зеленый чай. В целом аромат такой, что можно пройти мимо. Двоечка цитрусы, дерево и кожа. Аромат сразу же стартует с забористой, очень яркой кожи. Которая, мне кажется, предназначена прям для таких очень брутальных мужчин. Со временем чуть-чуть становится помягче и как будто кремовость проявляется. Троечка нероли ирис и белый мускус. Мне этот аромат понравился. Здесь ирис такой бумажный, немножечко цветочных нот. Но мускус в базе не слишком приятный, поэтому точно к покупке нет. Четверочка шафран, ут, ваниль. Понравился. Но тут шафран, ут и ваниль. Этим и пахнет. Он немножечко медицинский, аптечный, но не резкий. Ут такую древесность даёт. И ваниль. Она такая приятная, нежная, мягкая. Номер пять. Я думаю, что вы все знаете. У меня даже есть побольше видеоинформации в других видео. Смотрите. Это мускусный, немножечко с гарью, немножечко с кремовыми нотами. Аромат прям ниша-ниша прекрасный. Честно говоря, лучший из всех, так скажу. Шестерочка. Тоже неплохой. Жасмин, сандал и мускус. Жасмин здесь цветочный, чистый, без индола. Я бы даже вообще не сказала, что это жасмин. И затем сандал проявляется таким древесным, очень нежным. Никаких солёных огурцов здесь нет. Вот этот тоже прям хорош. Дальше у нас седьмой. Это пачули ут ваниль. Аромат прям пачули. Пачули глубокие, землистые, чуть сладковатые и древесные. Приятные, но не очень люблю пачули. А дальше восьмёрочка. Фрукты амбара и экзотический мускус. Фрукты, которые уже немножечко подбродили. И мускус. Отвратительная история. Дальше у нас коллекция вот в таких красивенных флаконах. В 1968. Это просто какой-то зеленоватый, немножечко цветочный. Аромат не особо внятный. Ну, просто какой-то парфюм. Ничего интересного. 1970-й. Это сладкий, ванильный, противный. Какой-то фруктово-ягодный парфюм. Вот прям неприятно его слушать. 1988. Он очень-очень свежий, озоновый. Ну, как бы не банально, но мне вообще не понравился. Так, следующее. 2010. Мне вот из всех четырёх из этой линейки понравился больше всего. Но здесь очень медицинский, холодный старт уда. И затем он прям смягчается. Вот эта удовость, бумажность. Медицинские ноты, они уходят. Они становятся более нежными. И какая-то, знаете, сладость, древесность, ваниль. Что-то такое здесь выходит. И ещё одна третья коллекция. Первый парфюм называется Fresh Wood. Это уд, на который налили... А, знаете что? Это уд, который находится в салоне, где красят волосы. Вот этой химией пахнет. Вот как-то так. Причём в салоне не в современном, где современные краски для волос используются, а в каком-то очень-очень старинном, где используются очень сильные химические красители. Incense Wood из этих трёх чёрненьких мне понравился больше всего. Здесь на старте очень сильный кардамон, корица, специи. И потом аромат становится прям древесным-древесным, глубоким-глубоким. Это не ново, но это приятно. И следующее Sweet Rose. Здесь вроде как несколько вид роз и фрукты, типа маракуйи. Пахнет, знаете, очень нежно, тонко, каким-то приятным гелем для душа, или шампунем, или кремом для рук. Но покупать такое за такую цену точно не стоит. Я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, что это первое впечатление об ароматах Розенда Мотел, и исключительно субъективное. Но, честно говоря, в ближайшее время больше подходить к этим ароматам я не планирую. Есть много всего другого интересного. Поэтому пока ношу номер 5, и всё. Ну, а теперь давайте переключимся на полочки с тремя другими брендами. Это Ксирджов, Саспира и Касамарати. Честно говоря, оформление флаконов мне очень нравится. И каждый раз я прихожу, любуюсь и тестирую ароматы. Особенно Ксирджов представлен прям в очень широком ассортименте. Поэтому давайте немножечко пробежимся. Тарина 22 стартует с нероли. Очень яркие, сочные ноты. Классный, позитивный, спортивный, летний унисекс. Но в базе стал раскрываться как-то немножечко более люксово. Просто поэтому первые ноты могут быть обманчивыми. Ну, и в ту же копилку Тарина 23 мне не понравился на старте. Опять же, стартовые ноты обманчивы. Почему-то мне показался очень классическим бабкиным ароматом. Но раскрылся тоже классикой, но таким каким-то богатым, дорогим. Чем пахнет, даже невозможно описать. Потому что аромат вообще не раскладывается на ноты. В базе намного красивее и, опять же, первые ноты обманчивы. Из ароматов Саспира мне очень понравился Пастичо. У него огромная пирамида. Но что я здесь слышу? Старт как будто немного-немного зелёный. Сразу же чувствуется какая-то пышность, пудровость, специевость. И, вы знаете, пудровость, пыльность именно от специй. Потом он раскрывается на коже очень мягкими специями. Немножечко я даже здесь слышу, ну, на мой нос, хотя вроде бы в пирамиде нет. Это фисташки. Или такая шкурка от фисташек. И ванильность, амбровость, специевость. Он очень ладно скроенный парфюм. Разложить на ноты его очень сложно. Ещё очень понравился Жак Золти Гавана Рейн. Он мягкий. Немножечко как будто специевый. Какие-то лёгкие-лёгкие, чуть сладковатые фруктовые нотки есть. Чуть сладости. Как будто чуть-чуть мягкого, нежного, такого лёгкого табачка. Прям приятный. Здесь в нотах заявлено берёза, 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 берёза. Обычно это какую-то дают горелость. Здесь этого нет. Очень приятный. Невероятная пирамида у Amoage Jubilation 40. Amoage Jubilation Man 40. Огромное количество каких-то нот указано. Но он тёплый, амбровый, специевый, древесный. Богатый-богатый звучит на миллион долларов. И ещё одна звёздочка на небосклоне ароматов Amoage. Это Interlude Man Black Iris. Это древесный, сухой, благородный, очень-очень красивый парфюм. Здесь яркие ноты сухого корня ириса, кожа. Здесь нет животины, как в обычном аромате. И нет той нотки грязного уда, которую я слышу в обычном Interlude Man. В общем, эта версия мне очень понравилась. Он звучит очень благородно, достойно. И не то, что на миллион долларов, а пахнет на все деньги мира. Друзья, это сейчас не рекламная интеграция. Просто хочу от себя добавить, что мне очень нравится наш магазин Molecule, который находится у меня в Екатеринбурге. Здесь очень свежо, чисто и просторно. Здесь нет пыли на флаконах и на полках. Для меня, как для покупателя, это очень важно. Здесь спокойный персонал, который к вам не лезет, если этого не требуется. И поможет в выборе, если вам нужна помощь. И отдельно я хочу сказать большое спасибо всем девочкам. Но отдельно еще Ульяне за ее терпение. Ну и, конечно же, друзья, я не ушла без покупки. Аромат, который я выбрала, это была осознанная покупка. Аромат невероятный. Он очень странный. Редко кто о нем говорит. Но это очень необычный парфюм. Поэтому мы с вами его в ближайшее время распакуем.